Привет, друзья! С вами Санькей. Продолжаю я рубиться в Трудоград. В этом видосе я расскажу, как лучше выполнить квест «Помощь в трудоустройстве». И покажу вам, как получить ачивку под названием «Больной ублюдок». Друзья, огромное спасибо тем, кто поддерживает канал Финансово. Ссылка на донат находится в описании под видео. В Ржавом Квартале в Дальней Лачуге проживает молодой паренек со своей мамашей. Маму зовут Лариса Петровна. Она сильно переживает за своего сына Славу. Значит, смотрите. Дальше есть два абсолютно разных варианта завершения этого квеста. Первый с очень маленьким количеством опыта и очень плохой концовкой. Но за него можно получить ачивку «Больной ублюдок». Второй вариант с умеренной концовкой. Но за него можно получить много опыта. Я сейчас выполню первый вариант, получу достижение, затем откачу сохранение и выполню второй вариант. Ачивка останется в стиме и никуда уже не денется. Значит, сохраняться нужно именно сейчас. Дальше говорю со Славой. При первой встрече парень решил, что я от некого Михаила Семеновича. Если спросить об этом поподробнее, то Слава скажет, что сдавал экзамен по вождению у этого человека. И Семенович говорил, что у парня есть перспектива стать водителем. Но Слава не может бросить свою маму. Да и она наверняка его не отпустит. Предлагаю поговорить с мамой и убедить ее. Паренек просит этого не делать, чтобы ее не расстраивать. Очень важно, чтобы начать первую ветку квеста, нужно сказать. Говорить я с ней не буду, но дам тебе совет. Съезжай от нее. Сними себе квартиру и поживи сам. Получаю 500 очков опыта. Слава обещает подумать. Дальше захожу в соседнюю квартиру и жду двое суток. Можно, конечно, побегать повыполнять другие задания. Но, как я уже сказал, этот вариант квеста невыгодный. Только ради ачивки. Так что нет смысла тратить время. Через двое суток иду поговорить со Славой. И вижу, что его нету. Лариса Петровна в панике. Говорит, что Слава ушел и решил пожить сам. Дальше иду в пригород Трудограда. В дальней части пригорода, за вагончиком, где стоял Зи Хаус с собакой. Квест-дрессировка, 16 видос, ссылка появится сверху. Стоит Слава возле горящей бочки. Вид у него жалкий. И в диалоге можно понять, что жизнь у него за двое суток не удалась. Он стал наркоманом и подсел на черный лотос. Ради дозы он занимается проституцией и предлагает мне свои услуги. Значит, смотрите. Дальше, чтобы получить ачивку, иду обратно в ржавый квартал к Ларисе Петровне. Говорю ей, что ее сын стал проститутом и наркоманом. Сердце женщины не выдерживает и она сыграет в ящик. Дальше снова иду к Славе. Говорю, что его мама умерла. Паренек просит у меня немного лотоса или денег на него, чтобы забыться. Важно, достаточно дать денег. 10 рублей. Дальше, чтобы получить ачивку, нужно предложить Славе отработать полученные деньги. Получаю достижение больной ублюдок. Значит, смотрите. Во время всего этого движения я не получил ни одной капли опыта. А значит, это не вариант. Откатываю сохранение до первого разговора со Славой. У меня так много дел. Говорю с ним за Михаила Семеновича. Говорю о профессии водителя. Дальше говорю, что давай я поговорю с твоей мамой. И уже в этот раз, в отличие от прошлого, говорю с ней. Использую общение, получаю 300 опыта. Хотя можно использовать и другие характеристики, но опыт будет одинаковый. Убеждаю ее. Ну, здравствуй. Дальше говорю с парнем о том, что я переговорил с Ларисой Петровной, и она согласилась отпустить его. Слава очень рад и просит меня поговорить с Михаилом Семеновичем и договориться о работе. Семеновичем можно будет найти в пригороде Трудограда. После диалога со Славой, он будет сидеть в сторожке на стоянке. Иду туда. Говорю с ним. Семенович в недоумении. И говорит, что он сказал Славе, что тот может быть водителем просто, чтобы подбодрить паренька. Использую общение, получаю 112 очков опыта. Убеждаю мужчину взять Славу на работу и дать ему шанс. Если в диалоге использовать другие характеристики, опыт будет одинаковый. Дальше снова иду к Славе. Говорю, что Михаил Семенович берет его на работу водителем грузовика. Получаю 2200 очков опыта. Дальше идет сцена прощания с мамой. И слова напутствия. После чего паренек покидает квартиру и уходит. Значит смотрите, важно. Если прийти сюда через сутки, то можно увидеть, что Слава снова сидит дома. На вопрос, что случилось, он говорит, что в дороге вспомнил про маму, руки затрусились. Он не удержал руль и машина угодила в кювет. Семенович естественно его выгнал. Лариса Петровна говорит, что предупреждала меня, что так и будет. Если прийти сюда через какое-то время, то возле двери можно увидеть милиционера. На вопрос, что случилось. Он говорит, что у парня произошел нервный срыв. И в итоге он застрелил маму, а потом покончил с собой. Вот такая вот история с двумя концовками о домашнем мальчике Славе. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Также в описании находится ссылка на плейлист. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, пишите комменты. Всем до свидания.